Да, радостно сообщает из Амстердама Эдуард Шилин. Движение к мясу из пробирки неизбежно. В июле 2019 года на юге Нидерландов в городке Берген-Омзум была открыта первой и крупнейшей в мире ферма по выращиванию насекомых. Объем переработки составляет более 60 тысяч тонн биомассы в год. Если мы обратим внимание на окружающую среду, то увидим, что все расходуется без остатка. Природа использует все по максимуму, и мы находим наше вдохновение в насекомых. На нашей самой большой фабрике в мире мы выращиваем насекомых и перерабатываем их в протеин и жиры. В основе процесса муха с романтическим названием «Черный африканский солдат», неприхотливая, прожорливая и производящая большое количество личинок, из которых появляются не менее прожорливые гусеницы. Комнатная температура, круглосуточная зеленая подсветка и обильная еда. В качестве последней служат пищевые отходы, картофельные очистки или остатки пивного производства. На этой фотографии можно видеть яйца, которые откладывают мухи черного африканского солдата. Они размером с булавочную иголку. Здесь мы можем видеть их многократно увеличенными. Через несколько дней из них появятся личинки. Позднее полученный продукт может появиться в кормах для кур или рыб вместо сои или пальма масла. Курица и яйцо становятся более экологичными, а значит меньше вырубаются тропические леса и почти не применяется рыбная мука. Личинки помещаются в еду. Последнее является переработанной биомассой из остатков пищевой промышленности. Все должно быть в правильной пропорции. Все, что они делают целыми днями, это едят и едят и растут. Как в огромном банковском сейфе, размером с футбольное поле находятся сотни тысяч контейнеров зеленого цвета. На заводе повышены меры санитарии. И при переходе из одного помещения в другой необходимо тщательно обработать руки и подошвы обуви. Все это по чутким и опытным руководствам персонала, который круглосуточно следит за процессом. Здесь находится самая большая в мире вертикальная ферма личинок. Они содержатся при комнатной температуре и обеспечены едой в необходимых количествах. Все это позволяет им быстро расти, а затем этих личинок отправляют на переработку. Цистерны доверху заполнены маслом. На складе сухой продукции можно видеть и мешки с протеином. Они идут на кормление молодых поросят, цыплят и на производство корма для кошек и собак. А также скоро будут использоваться в кулинарии. Есть еще одна дополнительная линия из кузнечиков и других насекомых. Если есть вино из одуванчиков, то существует и закуска из кузнечиков. Вот подобного рода кузнечики высушиваются, затем приводятся в подобного рода состояние. И, как правило, очень вкусная на вкус и полезная.